Наука развивается быстрыми темпами, появляются новые разработки в сфере IT, искусственного интеллекта, робототехники и других отраслях. Беларусь не должна в этом плане отставать. У нас есть хороший потенциал, высоко квалифицированные кадры для развития науки. Председатель Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Владимир Гусаков. Указом президента Республики Беларусь 2017 год был объявлен Годом Науки. Основная цель данного решения – повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала. Мероприятия, приуроченные Году Науки, охватили все регионы Беларуси. Основная их цель – отразить взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество. Последние разработки ученых, и в частности гомерских, были продемонстрированы на разнообразных конференциях, конкурсах, выставках не только в Беларуси, но и за рубежом, а также уже успели получить практическое применение. Институт леса – Национальная академия наук Беларуси. Единственное специализированное научно-исследовательское учреждение в нашей стране, обеспечивающее современный научно-технический и инновационный уровень развития лесного хозяйства. 2017 год стал успешным в целом для всего коллектива Института леса. Год науки в целом был неплохой. Я скажу, что и достижения были, вот одним из таких значимых достижений, это было, конечно, выборы академиков и членов корреспондентов. И очень радостно, что нас в Институте, членами-корреспондентами избраны, Усения Владимировича, замдиректора по научной работе. Это очень большое достижение по специальности лесоведения, это и подведение итога его деятельности, ну и работа в целом Института, то есть признание его заслуг. Это заслуга в целом коллектива Института, потому что сегодня получить значимые результаты в науке отдельно невозможно. Поэтому я считаю, что Институтом леса в последние годы очень много сделано для обеспечения инновационного развития нашей отрасли. Лесное хозяйство является флагманом среди европейских государств. Наша республика в целом по лесистости территории 39,8% и площади лесов на одного жителя 0,9 гектара входит в первую десятку лесных европейских государств. Стоит отметить, что высоких результатов ученые Института леса добились в сфере научных разработок. К примеру, специалисты первыми в мире узнали полную последовательность генома патогенного гриба ФОМА. Этот болезнетворный микроорганизм, послуживший объектом анализа, вызывает наиболее распространенное инфекционное заболевание сеянцев и саженцев в лесных питомниках – ФОМОС, в результате чего дерево вырастает с искребленным стволом и теряет свою хозяйственную ценность. В ходе исследований ученые в генетическом коде гриба выявили участки, которые определяют болезнетворные свойства, особенности развития и ряд специфических характеристик. Полученная информация позволила не только разработать меры по его ранней диагностике, но и будет использована для поиска новых средств и мер профилактики и борьбы. Мы сегодня уже провели большую эрофруху генома и создаем фактически национальную базу генетической информации по фитопатогенам. Это неплохое, я бы сказал, достижение. Она будет пополняться и в целом должна, я думаю, стать в будущем как национальное достояние, потому что это одно из перспективных направлений. Масштабная работа проводится и по селекции, и по сохранению лесов от пожаров. Еще одно из интересных направлений деятельности ученых института – экологический туризм. Мы впервые в стране разработали рекомендации по экологическому туризму. Кстати, мы их разрабатывали для Министерства лесного хозяйства, но широко использует Министерство спорта и туризма. Мы провели большую работу по выделению объектов природного и историко-культурного наследия лесов в Гомельской и Брестской области. Там уникальные, я бы сказал, такие объекты. Создана база данных. Эта база данных имеется в каждом из этих лесхозов. Я думаю, что постепенно там будут созданы экологические маршруты, и эти объекты будут включены в туристические маршруты. В структуре института леса несколько лабораторий. В каждой из них свои разработки, фундаментальные и прикладные исследования. В частности, деятельность лаборатории генетики и биотехнологии направлена на изучение леса с помощью генетических методов исследования. Нами были открыты болезни, которые были идентифицированы впервые в мире. В настоящее время в Америке действует Международный банк генов. Он бесплатный, доступен онлайн. И там мы регистрируем полученные нами новые генетические данные. Конечно, они регистрируются за приоритетом института леса и Республики Беларусь. И ученые со всего мира имеют доступ. И когда эта болезнь будет диагностирована во второй или в третий раз, у них будут уже как бы данные для сравнения. То есть мы вносим туда некоторые первичные данные. Таких у нас данных около 15 заболеваний. Усовершенствованием и разработкой агротехнологии выращивания посадочного материала, созданием лесных культур с использованием новых композиционных полимерных составов занимаются ученые сектора биорегуляции выращивания лесопосадочного материала. В числе последних новинок – композиционные полимерные материалы, которые уже нашли широкое применение в лесном хозяйстве не только Беларуси, но и Казахстана. В частности, у нас разработан композиционный полимерный состав Корпантил. Это для защиты корневых систем растений от иссушения с целью продления периода посадки леса и увеличения повышения проживаемости растений на 15-20%. Аналогичный препарат, только под названием Тамеркуш, аналогичный, но там введены совершенно другие целевые добавки. Он разработан для Республики Казахстан, для сеянцев сосны обыкновенной и для сеянцев саксаула черного. Тесное сотрудничество также ведется с Монгольским институтом биологии Академии наук Монголии. Для них разрабатываются и модифицируются композиционные полимерные составы для обработки корневых систем сеянцев хвойных пород и сеянцев сосны. Кроме того, с учеными Китая и Чили достигнуты договоренности на создание композиционных препаратов для защиты корневых систем растений от иссушения. Еще одним достижением ученые Института леса называют исследования в рамках программы, финансируемой Глобальным экологическим фондом по изучению генетического разнообразия липы мелколисной. Научные работы касаются изучения генетического разнообразия липы мелколисной в наших лесах и сохранения наиболее ценных древесных растений этого вида в культуре инвитро. Коллекция культуры инвитро нашей лаборатории включает более 100 клонов. Это генетически идентичные природным индивидуумам растения, которые используются для массового размножения. И в целом мы основную нашу работу проводим в отношении быстрорастущих древесных пород, таких как береза, тополь, ольха. Также большое внимание уделяется твердолиственным, это ясень. Разработка новых способов регуляции поступления загрязняющих веществ и радионуклидов в сельскохозяйственные культуры, совершенствование и внедрение новых макро- и микронутриентов и других биодобавок, предназначенных для повышения устойчивости организма человека, сельскохозяйственных культур к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Вот далеко не полный список направлений деятельности ученых Института радиобиологии НАН Беларуси. Одно из последних изобретений лаборатории радиоэкологии Института — ферментативное органическое удобрение из чистого экологического продукта — бакаши. Оно предназначено для рекультивации техногенно нарушенных земель и повышения плодородия почв. В частности, в нашей лаборатории разработана почвоулучшающая добавка бакаши на основе пшеничных отрубей. Она проходит ферментацию со специально отобранными микроорганизмами. При ее внесении в почву увеличивается биологическая активность почвы, повышается содержание макро- и микроэлементов. Это благоприятно сказывается на росте и развитии растений. Они растут быстрее. Но тут плюс еще, опять же, наши предыдущие опыты показали, что накопление радионуклидов при добавлении бакаши в почву снижается. Стоит отметить, что в прошлом году в Институте радиобиологии создали новую лабораторию моделирования и минимизации антропогенных рисков. Основные направления ее деятельности — моделирование миграции техногенных радионуклидов в антропогенно нарушенных экосистемах. Поиск пути, минимизация воздействия на естественные экосистемы, а также анализ переноса радионуклидов с дымом лесных пожаров в зонах радиоактивного загрязнения. У нас есть компьютерная программа, которая позволяет считать риски возникновения пожаров на радиоактивно загрязненных землях, количество переносимых радионуклидов, какие возможные последствия этого переноса могут быть. Мы стараемся внедрить эти разработки куда-то в практику. В частности, мы сотрудничаем с Гомельским областным гидрометом. Какое воздействие оказывает электромагнитное излучение на окружающую среду, а также на человека? Углубленное изучение этих вопросов проводят ученые лаборатории эндокринологии и биохимии. Воздействие нейронизирующих излучений – это излучение промышленной частоты 50 Гц, ну и излучение электромагнитное от средств с коммуникацией. И один из моментов, который исследуется и довольно актуальный – это воздействие этих электромагнитных излучений на репродуктивную систему, в частности, на мужскую репродуктивную систему. Результаты таких исследований позволили разработать новый препарат. Его действие направлено на коррекцию в организме и, в частности, в репродуктивной системе впоследствии вредного воздействия электромагнитного излучения. В настоящее время для коррекции и защиты выявленных нарушений нами разработан препарат на основе широко распространенных витаминов, препаратов, биоэктивных веществ, которые мы внедрили, и получаем действительно хорошие результаты по коррекции выявленных нарушений. Это увеличение количества клеток, жизнеспособности, снижение форгментации ДНК сперматозоидов, что впоследствии выявляется в увеличении поколения. Кстати, в работе над некоторыми научными разработками Институт радиобиологии активно сотрудничает и с коллегами из других стран. Научный коллектив нашего института ведет очень масштабную международную деятельность. На сегодняшний день мы имеем несколько десятков договоров в сотрудничестве с различными научно-исследовательскими учреждениями, с университетами, с научно-практическими центрами в разных странах. Преимущественно, конечно, это Россия и Украина. Очень активно мы сотрудничаем с Республикой Казахстан, с странами Евросоюза и с Японией. Японские коллеги проявляют к нам максимальный интерес. У нас тоже ряд договоров сотрудничеств, в том числе финансируемых японской стороной. Но одна из актуальных задач в деятельности Института, по словам Игоря Чешика, продолжение исследований по определению влияния именно радиационного фактора на человека. В отделении таких новых научных направлений, как клиническо-эксперментальная микробиология, это, скажем так, и наши разработки, и в то же время это сотрудничество с японской стороной нам тоже диктует вот такие направления. И, в общем-то, направления эти диктуются нам еще в целом, скажем так, направлениями в плане науки в мире. Потому что эффективные микроорганизмы и получение с их помощью и чистой продукции, и удобрения, и биологически активные добавки на основе эффективных микроорганизмов, это, по сути, наверное, скажем так, на сегодняшний день одно из наиболее эмоционных таких и высокобиотехнологичных направлений в мире. В Год науки открытия были сделаны не только учеными. Своё первое серьезное изобретение сделал и студент Гомельского государственного машиностроительного колледжа Максим Кирьянов. Он разработал перчатку робота для восстановления мелкой моторики после инсульта. Молодой человек уже успел ее презентовать и жителям Гомельской области во время телевизионных эфиров. В основе действия перчатки — механотерапия. Робот начинает разрабатывать руку на очень ранней стадии, когда сам пациент еще не может ею пошевелить, сгибает и разгибает пальцы. Это поддерживает тонус мышц. Перчатку дополняет компьютерная программа с несколькими режимами тренировки. Устройство позволяет производить реабилитацию после инсульта и других нарушений мозгового кровообращения автономно, без участия врачей. Подобный аппарат, который существует в мире, их довольно большое множество, но цена на них начинается от 25 тысяч евро. Эти перчатки я решил разрабатывать, когда находился на лечении в Гомельском кардиоцентре и узнал, что такое инсульт, насколько тяжела и дорогостоящая реабилитация после него. Тогда у меня и появилась идея собрать аналог данного устройства гораздо более дешевле и с максимальным количеством преимуществ. Кстати, Максим Кирьянов представил свою разработку на конкурсах в Белоруссии и России. Также уже достигнуты договоренности о массовом производстве перчатки робота. А буквально на днях гомельский студент презентовал общественности еще одно свое изобретение – портативное устройство Help Me, предназначенное для автоматического вызова экстренных служб. Достижения белорусских ученых не только получают мировое признание и повышают престиж страны на международной арене, но и самое главное – приносят зримую пользу обществу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok